В первом подразделе первого модуля мы рассматривали обыденные научные знания, ступени развития науки. В данном подразделе будет рассмотрена их классификация, параметры элементов, узлы, структуру научного знания, алгоритмы расширения тех или иных задач. Известно, что закон Бойли-Мариотта дает возможность по заданному объему газа численно определить давление, а зная закон Шарля, можно предсказать, насколько увеличится объем данной массы газа при его нагревании. Подобного рода эмпирические законы и обобщения, с которых начинается любая наука, в лучшем случае могут объяснить и предсказать определенные факты исследуемой области. Но сами эти законы, в свою очередь, требуют объяснения. Почему именно с уменьшением объема газа увеличивается его давление или с повышением температуры увеличивается его объем? Ответ на этот вопрос требует выдвижения той или иной гипотезы о внутреннем механизме исследуемых зависимостей. Создание кинетической теории, базирующейся на допущении существования хаотического движения мельчайших частиц вещества молекул, дало ответ на указанные вопросы. В зарубежной литературе часто, отличие науки от обыденного знания, видят в том, что ученые имеют дело преимущественно с так называемыми ненаблюдаемыми объектами. Такими, как элементарные частицы физики или генов биологии. Здесь подмечена существенная особенность процесса научного познания раскрытия сущностей следуемых явлений. Поскольку сущность не лежит на поверхности явлений, для ее раскрытия приходится вводить абстракции и идеализации, обращаться к гипотезам и теориям. Параметры элементов узлов структуры включают состав технологического оборудования узла, входные и выходные характеристики продукции, энергетические потоки с определением возможностей их регулирования, Параметры, характеризующие предельные режимы работ элементов и аварийные ситуации. Способы воздействия, регулирования на характеристики технологического процесса, контролируемые характеристики элемента. В обыденном знании, хотя и прибегают догадкам и предположениям, во-первых, они касаются непосредственно наблюдаемых вещей и событий, во-вторых, эти догадки никогда не контролируются специальной техникой, не говоря уже о постановке особых экспериментов. Наука, даже на эмпирической стадии исследования, руководствуется теми или иными теоретическими представлениями и контролирует свои гипотезы с помощью специальных приборов и инструментов, которые, в свою очередь, сконструированы на основе определенных теоретических принципов. Любая достаточно зрелая наука представляет систему теорий, которые объединяют в единое целое ее исходные принципы, понятия и законы вместе с твердо установленными фактами. Именно благодаря систематичности, обоснованности, контролируемости, выводы науки отличаются наибольшей надежностью и проверяемостью, тогда как обыденное знание, а тем более вера или мнение, в значительной мере субъективно и ненадежно. Однако, как бы ни было важно подобное различие, его нельзя абсолютизировать. Важнейшей предпосылкой обыденного знания является его подчиненность решению непосредственных узкопрактических задач, вследствие чего она не может создавать такие абстрактные модели и теории, с помощью которых познаются глубокие внутренние особенности и закономерности явлений. Обычно, когда сравнивают научное познание с обыденным, то существенное различие между ними видят прежде всего в тех способах и средствах, с помощью которых достигается знание в науке и повседневной жизни. Надежность, систематичность и контролируемость научных знаний обеспечивается с помощью специальных и общих методов исследования, в то время как обыденное знание довольствуется рутинными правилами, опирающимися на здравый смысл и простейшими индуктивными обобщениями непосредственно воспринимаемых предметов и явлений. Как правильно подчеркивает Клаус, практическое мышление не систематично и не методично. В данном подразделе мы рассмотрели классификацию обыденного и научного знания, ступени развития науки, параметров элементов, алгоритмы расширения тех или иных задач. В следующем, третьем подразделе первого модуля будут рассмотрены проблемы алгоритмизации науки, методы решения проблемы алгоритмизации, специальные методы и техники, которые используются в частных науках и общие методы науки. Обоснование понятия эффективности метода и примеры отличия науки от обыденного знания, применение и разработка специальных и общих методов познания, которые опираются на открытые ею закономерности той или иной области реального мира.